Сегодня исполнилось 174 года со дня рождения Гиде Мопассана. Если руководствоваться правилом Антона Павловича Чехова о краткости, который, как известно, является сестрой таланта, то биографию любого знаменитого человека, в том числе и сегодняшнего именинника, можно уложить в три предложения. Гиде Мопассан – великий французский писатель. Родился в аристократической семье в 1850 году. «Умер в лечебнице для душевнобольных в 1893». Однако сюда, как мне кажется, просится еще одна строчка. «Человек уникальных сексуальных способностей». Женское умопомолешательство при упоминании фамилии Мопассана переходило все разумные границы. Каминная полка у огромного парижского особняка была постоянно завалена письмами женщин, умолявших о свидании, готовых на всю ради неземного наслаждения в объятиях знаменитого Ловелласа. Некоторые дамы, чтобы достойно выглядеть перед объектом своего вожделения, несколько месяцев копили деньги на шляпку и перчатки. Другие шпионили за писателем. Третьи просто врывались в его дом, лихорадочно распахивая накидку, под которой ничего не было. Их не останавливало даже то, что было известно всему Парижу. Мопассан неизлечимо болен. «Ну вот, наконец-то я заболел настоящим сифилисом, а не каким-то там гриппом. Теперь мне нечего опасаться, я им уже болею», смеясь рассказывал Мопассан друзьям о своем визите к врачу и подробно описывал, как он подцепил страшную болезнь от проститутки по прозвищу «Мушка». Девушка эта была темпераментной, могла обслужить сразу пятерых клиентов, но если ее услуги покупал входивший в моду писатель Ги де Мопассан, она молила о пощаде. Этот парень был настоящим половым монстром, и об этом есть немало свидетельств. Русский литератор Петр Дмитриевич Бабарыкин вспоминал, как Мопассан нас продавел в постели до изнеможения трех девиц из театра «Фолли Бержер». Другой современник рассказывал, как Ги несколько часов не выходил из борделя, в его номере за это время сменилось шесть проституток. В общем, жизненным кредо писателя было «две женщины лучше одной, три лучше двух, а десять лучше трех». Все началось, когда ему было тринадцать. Он перепортил множество девочек в округе, а когда мальчишку призывали к ответу, клялся, что на него возводят напрасли, но что еще ни разу ни-ни, ни с одной женщиной, и ему почему-то верили. В возрасте слегка за сорок Мопассан был богат и сказочно знаменит, но страшные болезни, сексуальные рекорды буквально источили его изнутри. Он начал слепнуть, его мучили нестерпимые боли в голове, спине и желудке. Со временем пошатнулся и рассудок, начались галлюцинации. Понимая, что представляет собой ходячий труп, писатель пытался уйти из жизни. Он сунул дуло пистолета в рот, но вместо выстрела раздался щелчок. Предусмотрительный слуга спрятал патроны. Тогда Мопассан в ярости схватил нож для резки бумаги и попытался перерезать себе горло. Крови было много, а толку никакого. Писатели поместили в элитную клинику, но что-либо изменить было уже нельзя. В состоянии полного идиотизма бывший парижский Бон-Виван лизал стены своей палаты, ходил на четвереньках и ел собственные экскременты. Когда главного биографа Мопассана спросили, не ошибся ли он в подсчетах, установив, что у писателя было почти 22 тысячи сексуальных контактов за его жизнь, Франсуа Перре ответил, отнюдь. Половую жизнь он начал 13-летним подростком, умер в 43 года. Считайте, за 30 лет секса выходит-то всего по два контакта в день. Учитывая гиперсексуальность Мопассана, это совсем немного. В парке Монсо в Париже есть памятник Мопассану, работы Рауля Берле. У подножия скульптуры лежит женщина. Да, у ног этого человека всегда были женщины. Он хвастался, что едва ли не половина парижанок побывала в его постели. Возможно. Но при всем этом, что такое любовь, Мопассан, увы, так и не узнал. Мопассан. Мопассан.